Всем привет! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! Бывает такая ситуация, взяли мы коронку по дереву и делаем отверстие. Просверлив отверстие, понимаем, что не подрасчитали и нужно отверстие увеличить. Если поставим коронку большего диаметра, то она будет бегать по заготовке и точного отверстия не будет. Вот как можно решить эту задачу. В интернете нашел идею, которая требует доработки. Короче, берем направляющее сверло и поверх коронки маленькой ставим коронку большего диаметра. Таким образом люди как-то засверливают отверстие. Как я сам честно не понял. Она же также бегает по поверхности. Но чтобы довести до ума, возьмем шайбу. Замерим крутым штангелем примерный диаметр. Зажмем шайбу в тиски и ступенчатым сверлом сделаем отверстие побольше. Шайба у нас будет в роли проставки. Теперь собираем наше сверло. Одеваем маленькую короночку, далее проставку и коронку большего диаметра. Маленькая коронка у нас выступает на пару миллиметров. И теперь она будет играть роль направляющей. И таким образом мы выполним поставленную задачу. А такую шайбу можно всегда закинуть в набор коронок. И в работе она всегда пригодится. Но от работы также нужно отдыхать. И в перерыве можно зарубиться в мобильную игру Raid Shadow Legends. В которой миллионы реальных игроков ждут тебя на арене. Прямо сейчас. У Raid тонна героев. Сейчас их более 600. А в этом месяце Raid запускает одно из своих последних дополнений. В список крутых боссов. И это самый большой и жесткий босс в игре. И это гидра. Четыре головы, страдания, гниения, гнева и мучений нанесут огромный урон вашей команде. Вся битва похожа на сумасшедшую тактическую головоломку. Всегда открывающую новые проблемы. Даже в середине боя. Это определенно один из самых сложных сражений в игре. Но оно того стоит. Потому трофеи являются одни из лучших артефактов. Играй с друзьями и участвуй в битвах с клановыми боссами. Или зарубись на арене и добудь себе славу. В режиме кампании наслаждайся линией сюжета. Или прыгай в подземелья и сражайся с боссами и добудь артефакты. Прямо в этом месяце Raid выпускает кучу новых героев. Так чего же ты ждешь? Качай Raid по моей ссылке в описании. И в качестве нового игрока получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также сюрприз в виде крутого эпического героя. Удачи и жду тебя в рейде. Бывают такие ситуации, когда мы сделали отверстие около стенки, но оно оказалось маленьким. И его необходимо расширить. Но стена не дает нам повернуть или крутануть лобзик. Тогда вот отличный лайфхак. Берем режущую пилку и переставляем на 180 градусов. Таким образом мы легко можем пропилить или расширить отверстие в самых неудобных местах. Берите на заметку, меня уже такой способ выручил не раз. Сделав отверстие, если его необходимо отшлифовать, то возьмите любую тетрадку, журнал и скатайте его в рулет. Далее сверху наматываем кусок наждачной бумаги и спокойно шлифуем отверстие. При этом можно регулировать и при необходимости увеличить диаметр шлифования. Работая с канцелярским ножом, бывает тупица лезвия. Или есть необходимость поменять его. Но новые лезвия, либо другой марки, фирмы, или совсем под другой нож, или сам нож вышел из строя. А время вечер, магазы закрыты, да и ехать ради одного ножа это глупо. Но работу надо доделать. Можно, конечно, и в руках держать лезвие, но это травмоопасно. Поэтому из подручных материалов нахожу дверную петлю. Для удобства зажимаю ее в тиски и рассверливаю отверстие на 6 миллиметров. Далее в ход идут пару болтов и барашков. Вставляем лезвие и затягиваем. И можно более-менее удобно доделать свою работу. Если требуется на трубу закрепить хомут, а под рукой нет нужного диаметра, то возьмите еще один хомут, и их можно легко соединить. Тем самым нарастить хомуты и выполнить поставленную задачу. Работая в мастерской, на стройке, рано или поздно биты начинают изнашиваться. Перестают крутить саморезы и начинают проскальзывать. Длинные биты не стоит выбрасывать. Из них можно сделать полезный инструмент. Зажимаем ее в шруповерт и стачиваем край под конус. Таким образом у нас получилась чертилка или разметчик отверстий по дереву. Также можно ее использовать в качестве чертилки или керна по металлу. Металл тут закаленный и прочнее обычного. Напишите в комментах, какие советы вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok